Добрый день, с вами Максим Чех. В прошлый вторник я подал документы на продление визы или на получение вида на жительство, я, честно говоря, не знаю. И меня вообще это сильно немножко из себя выводит. Тот факт, что я должен у кого-то просить разрешения остаться на территории, ограниченной какими-то условными границами, ну, неважно. Подал документы, в принципе, подача документа в процесс, он мне показался сбора и подачи намного проще, чем, собственно, на получение визы на обучение в консульстве в Украине. Значит, список документов, которые надо было собрать, это, в первую очередь, справка из банка о наличии средств. У меня счет в местном банке ФИО. По информации, которая указана на сайте Министерства внутренних дел, надо насобирать на год сумму 81 400 крон. Я там насобирал чуть, ну, в принципе, почти впритык, 81 800 у меня было. Учтите, что справка о состоянии счета в местных банках не бесплатна. Вот, например, у меня в Украине в приватбанке справку сделать бесплатно, можно зайти в любом отделении. А здесь с меня содрали 120 крон, их сняли прямо со счета. Но сумма как бы указывается до снятия, то есть вот у меня 81 800, в справке указано 81 800 и списывается с этой суммы потом 120 крон за справку. Соответственно, если вы будете подавать справку из какого-то русского или украинского банка, то ее надо потом официально переводить, так же, как и с документами было у судебного этого переводчика, аттестованного. Дальше идет справка о том, что я, собственно говоря, учусь, продолжаю учиться в университете. Я без проблем подошел в учебный отдел, сделал, даже не дожидаясь как бы конца учебного года, это я ее делал месяц назад. Единственное, я не уверен, у меня с первого семестра, по-моему, 38 кредитов заработано, а условие как бы окончания первого года – это набрать 30 кредитов за первый год, если я не ошибаюсь. Это все рассказывают на дне записи на учебу, то есть, может быть, благодаря тому, что у меня уже были кредиты, мне дали так легко эту справку. Если нет, то придется ждать окончания сессии, ну, не окончания, а закрытия хотя бы некоторых предметов. И потом вам придется брать эту справку. Не уверен. Далее это идет справка о том, что мне есть где жить. У нас в общежитии в Сузе 9 мая открылась запись на следующий срок, сразу же в этот день через онлайн-систему все это делается, легко зашел, там то ли booking, то ли accommodation вкладка, и просто ту же комнату забронировал на следующий год. Вот чувак, там я с ним общался, он говорил, что не успел забронировать свою комнату, то есть, ему придется переезжать куда-то, судя по всему. И потом, после того, как вы забронируете номер, прямо в общежитии вам эту справку не дадут, надо ехать, ну, так как я в Чиву-то в Сузе поселен, то мне надо ехать на Страховское общежитие, и там в первом блоке брать справку в как бы в канцелярию, но все это очень легко делается, то есть, никакой волокиты, никаких очередей там не было, может быть просто еще рано. И дальше, собственно говоря, страховка. По страховке я говорил, у меня с местной медициной были немножко проблемы, но я взял как бы знакомое зло, лучше не знакомого зла, я взял ту же максимум за 7400 или 7800 крон, распечатал то, что они мне прислали и на почту, как бы онлайн, просто бумажку, там был сам договор со всеми данными, и было такое подтверждение об оплате. Кроме этого, надо взять с собой пару фотографий, надо взять с собой, естественно, паспорт, паспорт они не забирают, и надо с собой взять заполнить анкету. Я, честно говоря, думал, что там будет анкета такая же, как и перерегистрация, то есть, маленькая зелененькая бумажка там с пятью полями, которые надо заполнить, но нет, мне выдали такую огромную анкету, прям как при подаче на визу, то есть, я там указывал жену, маму, родственников, где живу, кем работаю и так далее. Ну, то есть, меня немножко пожалели, сказали молодой человек, что же вы так, типа, заранее не заполнили. В принципе, это все. Ждать, она сказала мне, два месяца, через два месяца со мной как-то свяжутся, по поводу того, чтобы на каникулы уехать домой. У меня виза заканчивается 30 июня, и если, соответственно, ты хочешь уехать и вернуться, надо вклеить временную визу. Для этой временной визы, она сказала, обязательно нужно иметь обратный билет, то есть, билет туда можно даже не показывать, ну, как мне так сказали, я пока что еще это не делал. Когда ты возьмешь обратный билет, надо опять позвонить по телефону, записаться, сейчас расскажу, куда звонить, куда записываться, записаться на прием, прийти, показать обратный билет, и под эту дату тебе вклеят временную визу. Приняла все документы и выдала мне она бумажку с подтверждением о том, что я подал вовремя все документы на продление, и даже когда у меня закончится виза, вот в течение этих двух месяцев с подачи, если меня там менты остановят, спросят молодой человека, что это вы тут делаете, я достану это подтверждение, скажу, я жду продления визы. Чешский телефон спросила для связи, то есть, как купить, рекомендую, не так, как я, я полгода тут ходил без телефона, а сейчас купил, но толком им не пользуюсь, Vodafone. Когда будете покупать телефон, тут эти мрази, конченые в салонах связи, я захожу, говорю, здравствуйте, у вас есть какой-то типа подешевле пакет? Он говорит, да, конечно, недорогой пакет 400 крон в месяц. Я говорю, братишка, ты ***, а подешевле нет ничего? Он говорит, нет, ничего нет. На сайте смотри, там типа есть, ну, грубо говоря, аналог наших предоплаченных. Покупаешь же 150 карточку и просто кидаешь туда деньги по мере необходимости. Я захожу, говорю, смотрите, а вот это что? Он такой, ой, да, ну, конечно, да, да. Записываться. Записываться надо по телефону. Для студентов есть специальный центр для оформления всех вот этих вот дел. Недалеко от Дэвидс, я забыл, как он, на Гладкове, Прага Гладков. Там телефон, звоните туда или звоните, я не помню, как правильно. По телефону или по скайпу, если телефона нет. Записывайтесь по телефону на удобное вам время, диктуете просто по телефону имя и номер паспорта. Приходите, там интервал плюс-минус 15 минут. То есть, если вы записались на 8.20, то надо приходить с 8.05 до 8.35. В терминале потом выбираете, ищите свое имя, нажимаете на номерок и ждете по номеру. Кстати, это немножко неправильно, потому что, может быть, какой-нибудь хулиган зайдет, просто на все имена понажимает, уйдет с кучей билетиков, а люди как бы пропустят свою очередь. Вот, ну, пока вот подал документы ждать 2 месяца. Билет назад я еще не покупал, потому что у меня сейчас сессия. По учебе у меня похуже чуть-чуть уже пошло, чем в первом семестре. То есть, по сенсорам я сдал экзамен на А, хотя думал, что сдам на Б. По дифурам я сдал экзамен на Б, хотя думал, что на А. Обидно немножко мне за дифуры, потому что я в экзамене было 4 задания, как бы, ну, больших, с подпунктами. Задание на вычисления я решил идеально, то есть 20-20-20. И последнее задание было такое, там, на численные методы, больше теоретическое, я его решил на 13. Плюс у меня было 8 бонусов, 8 бонусных баллов за семестр. То есть, получилась оценка 81, твердая Б. Я прихожу на устный экзамен, говорит, ну, у вас, скорее всего, будет А, вот вам вопрос. И дает вопрос, на который я технически, как бы, вроде как ответил, вроде как не ответил. То есть, у другого преподавателя мне могло бы достаться и А. А он говорит, ну, вы, типа, неуверенно отвечаете, давайте Б. Я говорю, ну, что делать, давайте Б. Но за дифуры всего 4 кредита. Но дифура это пока не самое худшее, что у меня по учебе. Хуже всего у меня с физикой, потому что я говорил, я тест написал на 21 из 50. То есть, в принципе, это был зачет, но это была бы максимальная оценка Д, в лучшем случае. А реалистически это было бы Е или Ф. Поэтому я попросил обнулить мне баллы и пойду завтра писать повторный тест. Но я просто у меня, как бы, я не понимаю, как можно... То есть, я физику не знаю от слова совсем. Я не понимаю, как можно за один семестр впитать, вобрать в себя. То есть, можно, если заниматься только физикой. Ну, для меня это было бы возможно. И, как бы, ну, результаты вообще показывают, что я не один такой. Потому что, вот, из моей группы я говорю, ну, для тех, кто не видел, повторю. У меня группа 20 человек, 15 тест не сдало. Три сдало, вот, как я, на грани. 21, 22, 23 балла. И два человека написало нормально. То есть, ну, 2 из 20, 10 процентов, это такая успеваемость для предмета, не сильно хорошая. Либо они специально этот предмет так сделали, чтобы, как бы, побольше человек, людей отсеять и стипендию меньше платить. Ну, это такая теория заговора, но вполне реалистичная, потому что... Либо это какое-то такое изощренное издевательство над студентами, просто чтобы поставить их на место, сказать, что вы все мрази. Потому что мне вот, когда я в КП учился, я за первый год обучения неоднократно слышал, как преподаватели, вот, просто нам всем говорят, что вы просто долбоебы все. А здесь такого себе никто не позволяет. Вообще, конфликтных ситуаций у меня была одна, наверное, за все обучение. Это когда еще раз, это просто мне так на всю жизнь запала душа, преподаватель сказал, все свободны. Я ушел, а он потом сделал перекличку и не хотел меня отмечать. Говорил, что не понимает, о чем я говорю, и что меня там не было. И, короче, ну, какой-то странный человек попался мне. Были там еще какие-то мел... Ну, такие совсем уже мелочи, которые даже проговаривать не хочется. Там вроде как преподаватель сказал приходить на два на экзамен, а сам в два вышел из кабинета, пошел обедать, пришел в три. Ну, там старый дядька, ему там под 80, наверное, лет, позволительно, я считаю. Тем более я А по его предмету получил, я так типа подлезал немножко. Вот. На этом все. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам была эта информация полезна. О том, как подать документы, собственно говоря, на продление, на получение. По-моему, она сказала мне, что я получу вид на жительство, какую-то карточку, биометрику у меня возьму. Так все это ненавижу. Всего вам хорошего. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Максим Чех. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok